Прошли два дня голосования на выборах президента страны. И в пятницу, и в субботу горожане активно шли на избирательные участки. Многие приходили даже целыми семьями. Давайте посмотрим, с каким настроением люди приходят на участки в Березняках и Соликамске. Напомню, сегодня в воскресенье последний день голосования. Так что успевайте. Старшее поколение часто вспоминает, что на выборы ходили как на праздник. А сегодня для праздничного настроения есть еще как минимум один повод. Масленичное гуляние. Да и погода прекрасная. Весна. Солнышко. День обещает быть замечательным. Но вернемся к выборам. Отзывы о визите на участке у всех, с кем нам удалось пообщаться накануне, только положительные. Потому что это гражданский наш долг, чтобы приучать детей. Да, Маш? Показать первый раз ему на выборах. Вот пришли показать, голосовать, как это происходит. Все удобно. Живу я близко, так что у меня все удобно. Вызывать домой я не стала. Хочется ходить, хочется шевелиться. Хоть мне уже и 85-й год. Сдаваться пока не хочу. Мне 27. Ну, человек взрослый для голосования. Надо бы все-таки как-то поучаствовать. Все-таки события, которые раз в несколько лет. Обстановка тихая, мирная. В принципе, хорошо. Аналогичная ситуация и в соседнем Соликамске. На участках царит спокойная, дружественная атмосфера. На любой интересующий вопрос члены комиссии дают развернутый ответ. Организация на высшем уровне. Первых избирателей еще и наградили памятными подарками. Екатерина, рассказывайте, по какому поводу праздник и счастье такое. Первый раз я проголосовала в выборах, участвовала в них. Было очень приятно получить такой подарок. Но очень приятно. Спешил и мчался проголосовать. Тогда обязательное мероприятие. Что уж. Надо, значит надо. Завтра на работу? Нет, тоже завтра на работу. С утра были небольшие дела, а сейчас уже освободились и решили сходить. Ну, то есть хлопот сильно у вас это все не вызвало? Нет, конечно нет. Все удобно, сделано рядом, мы живем, поэтому пришли. Приходят родители, ведут с собой своих взрослых детей. Приходили даже семьи целыми поколениями. И мы такие замечательные ситуации даже фотографировали, когда у нас пришли целых четыре поколения. То есть бабушка, ее сын, дочь, маленькая внучка. То есть нам было это очень приятно. И мы радовались, что люди помнят и знают, что сегодня особенный день. Участие в выборах – это право каждого гражданина. И чтобы любой мог воспользоваться этим правом, разработано несколько способов. Отдать свой голос можно на дому, дистанционно, либо на избирательном участке. А свою гражданскую позицию уже высказали Дмитрий Осташкин, Кирилл Яранцев, Наши новости и коллеги Соль-ТВ.